С вами Стоун и это Топка. И сегодня в нашей Топке ТОП-8 премтанков 8 левела. Поехали! И восьмое место у нас занимает китайский СТ. Машина очень специфичная. Из плюсов она имеет низкий силуэт, довольно неплохую башню и отличную альфу. А из минусов ужасное сведение, ужасную точность, плохую стабилизацию, весьма слабый пробой 175. Плюс очень убогая защищенность корпуса. Настолько убогая, что шьют шестые левелы. Плюс ко всему во лбу находятся баки и боеукладка. Все это сопровождается частыми вылетами критов в виде БК и пожаров. Также танк почти не имеет уэнов как таковых вообще. Играть от башни фактически невозможно. Этот танк противоречит своим ТТХ. Использовать его потенциал обычный игрок не может. Из-за кактуса вести этой машины он по достоинству занимает свое восьмое место. На седьмом месте у нас обитает 112. Это та же самая столянка, тот же самый китайский СТ. Все то же пушка с убогим сведением, точностью, скорострельностью, малым пробитием. Эту машину сравнивают с ИС-6, но способ бронирования абсолютно разный. Но вы скажете, танк ведь в целом ок. Возможно он и был бы ок, если бы не одно но, а очень большое но. Все то же китайское расположение БК и баков-баков во лбу. Этот танк вспыхивает почти каждый бой. Почти каждый гребаный бой. И неважно какой у тебя скилл, КПД и т.д. Из-за большой склонности к пожарам делает геймплей на этом танке ужасным. Все-таки машина должна быть более или менее стабильная. А 112 это полная противоположность стабильности. Хотя аж он должен танковать. Но когда у тебя во лбу большое НЛД и баки и боеукладка, извольте. Неплохой ВЛД. Отличная маска. Это все плюсы УСП. В динамиках для СТ очень печально. 30 км в час средняя его скорость. Имея такую неважную подвижность для СТ, он должен иметь более мощное орудие. Это логично. То бишь он очень слоупочный для своей пушки. Также очень уязвимые борта и зад, и на башню есть лючки. Кстати, когда видят СП в своем прицеле, то даже самая-самая лёжка догадывается их выцеливать. К слову, у НЛД также уже успешно шьется УСП. Что касаемо пушки, то пробитие всего 170. Хоть его и можно компенсировать скорострельностью, но так или иначе, этого мало, этого очень-очень недостаточно. Также стабилизация СП не блещет, как и точностью. Она у него 0,38. Машина также специфичная, как и китайский СТ. Только там очень мощная пушка на ватной тушке. А тут все иначе. На пятом месте у нас расположилась Яга 8,8. В целом, отличный ДПМ. Точность отличная. Сведение. Годная защита рубки и обзор. Из минусов, большущий силуэт. Ужасно ватная НЛД. Танк часто агрит, выпиливает двигатель. Но это еще ничего. Самое больное для этой машины то, что она очень-очень медленная и слоупочная. В бою часто нужно двигаться с фланга на фланг. Или же занять позицию получше, поудобнее. Все это основа выживания, фундамент успеха в бою. И все это Яга делать не умеет. В те же моменты, когда я даю дамажить, это, конечно, огонь. Это золото. Но таких моментов не так уж и много. Зачастую нужно по крупицам собирать дамаг в течение всего боя. Если же вы остались против неглупой СТ-шки, то у вас даже не будет никаких почти шансов. Скажем так, Яга это танк ситуации. И она заслуживает свое пятое место. И в нашем списке Лев. Нельготный немецкий тяж попадает на четвертое место. Из плюсов у него точная пушка. Сведение хорошее. Пробитие для премов вполне годное. С таким пробитием можно более или менее неплохо играть с десятками. Альфа тоже сносная. Годное бронирование башни и маски. Не так давно ему улучшили борта. И теперь ему стало жить еще чуточку полегче. Также имеет неплохие вены. Из минусов опять же. Высокий силуэт. Уязвимый НЛД. В нем трансмиссия. Двигатель. Все это дело сопровождается крытом двигателя. Или же пожаром. Также щеки башни и комбашинка. Как и у всех принцип танков. Не очень надежная. Динамика слабая. Имеет очень ужасную удельную мощность. И он очень-очень медленный. И был бы чуточку получше. Было бы намного все замечательнее. В целом танк так или иначе является вполне неплохим. Американский тяж расположился на третьем месте нашего списка. Сначала пробежимся по его минусам. Плохая подвижность. Даже можно сказать ужасная. Плохой обзор крылья необходимо усиливать обязательно. Плохущая стабилизация. Сведение. Точность. Низкая скорость ряда. И соответственно ДПМ. Очень плохая защищенность корпуса. Высокая заметность. И большие габариты. Танк очень неуклюж. Но ему и не нужно скакать по полю как лань. Это танк позиции. Самое главное это его отличная защищенная башня. И УВН усиливает эту особенность. Подполз к колмику. Высунул башню. Свелся дал шот. Откатился. Подождал КД. Собственно весь геймплей на этой машине. Танк не любит динамичных боев. Ему лучше подойдут долгие вязкие стычки. Он вполне отлично может реализовать себя игра от башни. Фактически на каждой карте для него есть место. И даже десятками за своей башней и пробитие почти в 250 или фой в 390 он может не давать себя в обиду. И за то что этот танк может выглядеть достойным даже десятыми левелами он заслуживает своего третьего места. И второе место у нас занимает ФЦМ. Этот танк был бы идеальной машиной для убийства, будь он чуть поменьше и покороче. Его минус лишь в его габаритах и защищенности. В те моменты когда нужно обмениваться дамагом или же столкновения лоб в лоб не избежать, тут ФЦМ будет не очень, так как большие размеры и плохая защищенность делают его очень уязвимым. Но в ситуации когда на поле боя битва идет полным ходом, он за счет своей великолепной динамики может храпить на разных флангах и менять позиции. Эта машина фактически самый лучший саппорт из этого списка. Он имеет лучший борт среди всех премов восьмого левела. Хоть альфа не очень большая, но его пушка имеет отличную точность, сведение, пробитие самое лучшее среди всех льготов. Также очень годное КД, что намекает нам на мол, чувак, у тебя очень гигантский корпус, тебе нужно выезжать и почти тут же давать дамаг, чтобы по твоей пушке не попали. И вправду его орудия вполне соответствуют его ТТХ. Он может быть то тут, то там. Его пушка динамика, его главные плюсы. В бою эта машина может выполнять множество функций, которые недоступны для других премов. ФЦМ это Мохаммед Али, только очень толстый. И вот, наконец, мы подошли к победителю. И у нас возникает вопрос. 112 на 7 месте, а и 6 на 1. Казалось бы, одинаковые танки, но нет. И 6 на голову выше своего китайского собрата в плане незащищенности и в плане ДПМ. Он не имеет такого большого НЛД. Он имеет щеки, которые очень спасают его в стычках в лоб в лоб. Он имеет экраны, спасающие от коммунитивов и не только. Хороший угол наклона, без того маленьких бортов. В целом у него очень отличная круговая защита, что делает эту машину очень живучей на поле боя. Живучее, чем все остальные прем-машины вместе взятые. Его магическая рикошетность иногда зашкаливает. Он прощает ошибки и не горит, как последняя с... Критуемость этого танка вообще слабая, в отличие от остальных. Пушка в плане пропития слабовата, сведение плохое. Но и часть не боится стычек в лоб в лоб, которые сопровождаются короткой дистанцией. И выцелить что-либо не составляет труда. Танки имеют вполне отличный ДПМ. Одним словом, это очень-очень хорошая, надежная, стабильная машина. Это сугубо мое видение топа. Кто из них лучше, конечно, решать вам. С вами был Илья Атостоун. Подписываемся на канал, группу ВК. Там пустится много годноты. Всем всего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok